А вы в курсе, что 22 мая в стране состоятся праймерис? И в курсе ли вы, что это вообще такое праймерис? Это слово сегодня повсеместно используют все политики. На самом деле здесь нет ничего замысловатого. Праймерис означает предварительное голосование партии. Самая главная интрига этого политического сезона, конечно же, кто станет депутатом Государственной Думы. Так вот, именно на праймерис 22 мая сочинцы, как и в целом россияне, определят, кто достоин представлять, в том числе и партию власти, на выборах в Государственную Думу 7-го созыва 18 сентября 2016 года. О новой политической культуре России, а также о задачах внутрипартийного предварительного голосования мы поговорим с руководителем Сочинского исполкома Краснодарского регионального исполкома партии «Единая Россия». Сегодня гость в нашей студии Вера Пашкова. Вера Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. 22 мая 2016 года «Единая Россия» по всей стране проводит единый день предварительного голосования. Несмотря на то, что партия не первый год использует праймерис перед выборами, это первый политический сезон, когда процедура предварительного голосования по открытой модели проходит по всей стране. Скажите, почему возникла такая необходимость? Прежде всего, наша партия ставит задачу сделать подготовку к выборам более прозрачной, более демократичной и абсолютно всем понятной. Поэтому мы хотим, чтобы вся страна поучаствовала в выборе кандидатов от «Единой России», в будущие выборы Государственной Думы. Тем более, что выборы в Государственную Думу – это почти самые главные выборы в стране. Наверное, только президентские выборы у нас выше, чем в Госдуму. А для того, чтобы вертикаль власти работала четко, понятно, прозрачно и важно, правильно, мы, конечно, должны подобрать Государственную Думу такой, чтобы она действительно выражала интересы всех россиян. И именно для этого «Единая Россия» приняла решение, и в нашем уставе это закреплено, кандидатов в депутаты Государственной Думы не кулуарно подбирать, даже одним только съездом, а именно всем населением страны. Вот поэтому в один день и по всей стране. Внутрипартийное голосование «Единой России» пройдет в единый день голосования. Повторюсь, выборы намечены на 22 мая. Вера Николаевна, скажите, сколько фамилий будет в бюллетенях для голосования? Процесс подготовки к 22 мая – достаточно процесс длительный. Мы работаем уже с февраля месяца, и все желающие могли подать документы на участие в предварительном голосовании. Безусловно, к тем, кто пожелал принять участие, были достаточно жесткие требования. Это обязательно гражданин России, это обязательно человек, которому исполнилось 21 год. Это не судим и не имеет уголовных преследований. Это человек, который не имеет за рубежом никаких активов. Все эти требования должны были быть не просто заявлены, но и подтверждены документами. В связи с тем, что сегодня выборы в Государственную Думу будут проходить до 18 сентября по смешанной системе, это значит, что половина депутатов Государственной Думы у нас пройдет по партийным спискам. Это будет 225 человек, и половина 225 человек по одномандатным округам. Соответственно, в Краснодарском крае 8 одномандатных округов. Один из этих 8 округов – это 50-й, он называется «Сочинский». Сюда входят в город Сочи, Абширонский район и Белореченский район. Поэтому люди, придя 22 мая на наши пункты голосования, получат два бюллетеня. Один – это там будут включены те участники, которые заявились как одномандатники на будущие выборы. И один – это большой бюллетень, где будут фамилии тех, кто пожелал принять участие в федеральном списке, в его региональной части. Поэтому в маленьком, так скажем, будем называть, бюллетене одномандатного округа у нас будет 6 фамилий, а вот в большом – 45. И особенность нашего предварительного голосования заключается в том, что человек, придя на наш пункт, получив эти бюллетени, может поставить столько галочек, сколько пожелает. Вот ему из 6 понравилось 3 наших участников, он 3 галочки может поставить. Из 45 ему понравилось 10 человек, он 10 галочек может поставить. То есть подсчет будет рейтинговый. И, соответственно, рейтинговый подсчет будет утверждаться. Поэтому вот у нас будут таких два бюллетеня, и люди будут делать свой выбор. А каждый участник за этот период, после того, как он зарегистрировался как участник праймерза, сам должен был свою компанию проводить, встречаться с людьми, рассказывать о себе, использовать СМИ или какие-то брошюры, какие-то календарики, знакомиться. Ну, а то, что организовал оргкомитет, это вот большие встречи по округам и дебаты. Но прежде чем поговорить о дебатах, все же, кто хочет занять кресло в Нижней палате? Говорят, праймерис ждет небывалая конкуренция. Ну, однозначно, это небывалая конкуренция, потому что даже из тех цифр, что я вам назвала, из 6 кандидатов-одномандатников мы должны определиться с одним. Это уже 6 человек на место конкурс. Также из 45 участников федерального списка, ну, 8, те, которые в рейтинге, предположительно, будут занимать первые места. Поэтому, безусловно, конкуренция большая. То есть много беспартийных. Кто эти участники? Так вот, я дальше, да, к этому перейду. Вот как раз-то почему «Единая Россия» сегодня и вынесла на все всенародное, скажем, обсуждение своих кандидатов. Потому что мы пригласили принять участие в предварительном голосовании не только членов партии, сторонников партии, беспартийных вообще, членов разных общественных организаций, которые имеют соглашение с «Единой Россией». То есть единственная политическая установка – человек, который принимает участие в предварительном голосовании «Единой России», не должен быть членом другой политической партии. Ну, это совершенно понятно. Здесь вот, я думаю, что даже вопросы не возникают. Поэтому в нашем списке люди совершенно разных политических взглядов, но не противоречащих взглядов нашей «Единой России». А по своим, скажем, взглядам они могут быть совершенно разными. И по своей профессии – это и учителя, это и врачи, это и депутаты, действующие различного уровня. И уже действующие депутаты Государственной Думы, они все равно все должны пройти через предварительное голосование. И не факт, что народ их поддержит. Это зависит от того, как они отработали. То есть у всех равные? Абсолютно равные условия, совершенно равные условия. На равных они также встречаются с избирателями, также участвуют в дебатах, сдают те же самые документы. То есть здесь никаких различий нет, кто ты в данном случае, ну, на сегодняшний день есть. И, как сказал Владимир Путин, в российскую политическую систему нужно вливать новую кровь. И, наверное, действительно правильно, что в том числе вот в Сочи баллотируются и военные, и даже врач-реаниматолог, и местный журналист. То есть люди разных профессий должны быть. Разных профессий. И хочу вам сказать, что, допустим, в списках одномандатников у нас нет ни одного действующего депутата Госдумы. Это уже говорит о том, что кого мы выберем, это в любом случае будет свежая кровь, потому что этот человек не работал в предыдущем созыве. И это тоже говорит о том, что обновление предполагается, и это правильно. Все кандидаты в депутаты Госдумы, да и не только в Госдуму, должны в первую очередь завоевать доверие своего избирателя. Вот нынешние кандидаты, участники предварительного голосования, такой возможностью воспользовались в рамках дебатов. Как прошли эти дебаты, и удалось ли избирателям в рамках этих встреч выбрать лучшего? Вы знаете, дебаты в такой форме, в которой проводили мы, Единая Россия, это вообще необычная форма. Потому что дебаты, в нашем понимании, предполагают спор, предполагают какие-то конкурентные мысли. А мы ставим условие, что участники наших дебатов не должны друг друга, скажем, слишком критиковать. Не должны... То есть они не должны стать оппонентами во время этого. Здоровая конкуренция. Поэтому здесь просто каждый должен высказать свое мнение. И я вас уверяю, я побывала на шести разных дебатах. Но очень сильно заметно и очень сильно понятно уровень подготовки, политической подготовки человека к такой важной должности, как к депутат Госдумы. И люди определяются. Однозначно определяются. Я вот стараюсь все-таки на выходе уже с зала общаться с людьми. Тем более, когда приезжаешь в другой регион, они тебя не особо знают и говорят все. И люди определяются. Это очень хорошая форма, просто замечательная. Плюс ко всему, я сторонник того, что депутат должен уметь говорить. Это однозначно. Депутат должен уметь говорить и с простым народом, и с властью, и с себе подобными. И все-таки, ну что душой кривить? У нас очень много депутатов этого не умеют. И понимая, что ему придется проходить вот такую очень важную процедуру, как дебаты, наверное, они будут учиться говорить. Просто многие нынешние дебаты уже назвали тестом на адекватность. Согласна. Потому что у нас были кандидаты, которые заставляли зал весело смеяться своими какими-то высказываниями на встречах и на дебатах. Причем по-доброму. Люди, в принципе, у нас вообще народ достаточно добрый, доброжелательный, и вообще как бы с интересом на все это смотрят. И хочу сказать, что залы всегда полные, потому что это необычно. И люди идут, потому что им интересно посмотреть, что же там такое вот закрутили. И они выходят вполне довольны тем, что увидели, потому что не видят никакой постановки. Это просто регламент определенный, который используется. Если дается две минуты на вступительное слово, модератор прекращает речь, даже если это стоит какой-то уже действующий депутат Госдумы. То есть и здесь у нас нет никаких приоритетов, все на равных. И это удивляет, как вот всем одинаково, учительнице, которую никто не знает, и уже действующим депутатом Госдумы или представителю какой-то крупной общественной организации. Поэтому людям это нравится, это надо продолжать. И я думаю, что вот этот первый опыт такого большого предварительного внутрипартийного голосования станет традицией у нашей партии. Это правильно. Дебаты можно действительно назвать своеобразной такой агитацией. Здесь кандидат может озвучить свое убеждение, свою программу, что важно до, а не после выборов. И таким образом делает ли вот это предвыборное голосование жизнь партии более прозрачной, приближенной к людям? Ну, однозначно. Вы знаете, вот я вообще не сторонник. Наверное, вы сейчас скажете, что я возглавляюсь полком, поэтому не сторонник. Но на самом деле не сторонник мысли о том, что мы отдалены от людей. Потому что, когда меня задают вопрос, что делает Единая Россия, а ведь Единая Россия – это как раз люди. Это же не какое-то учреждение. Техническое учреждение, там небольшое количество сотрудников, которые занимаются документацией. А остальное – это и депутаты, которые устраивают праздники, которые делают дороги, сделают эти ямы, ремонтируют канализацию, особенно в каких-то отдельных, отдаленных микрорайонах. Это тоже Единая Россия. И сегодня Единая Россия – это фактически вся структура власти. Если посмотреть, кто у нас единоросс, это, в общем-то, вся наша власть и в Сочи, и в Краснодарском крае, и в Москве, и вот все, что происходит в стране, это и делает Единая Россия. Поэтому, в общем-то, мы абсолютно с народом. И надо сказать, что наш актив, общественники – это ТОСы, которые сегодня они практически в насек. Большинство из них, скажем, чтобы уж честным быть, да, единороссы, координаторы различных микрорайонов по партии. Они же это все и делают. Они докладывают нашему секретарю местного отделения партии о тех недостатках, которые есть в микрорайоне. Не через митинги, а просто через общение, через полицовет, через его встречи, которые он проводит достаточно часто в микрорайонах. Поэтому мы-то, собственно, всегда с народом очень близко. Ну, а критика, которая идет со стороны наших политических оппонентов – это нормально. Ну, на то оно и политические оппоненты, чтобы друг друга критиковать – это правильно. Вот, и более того, мы ведь на праймере сприглашаем всех. Так, достаточно, чтобы человек был зарегистрирован в данном округе. Даже временная регистрация ему позволит прийти и принять участие в этом внутрипартийном голосовании. И здесь мы не будем спрашивать политическую принадлежность. То есть, никакие партбилеты мы ни у кого спрашивать не будем. То есть, человек любой политической даже партии может прийти и поучаствовать в нашем голосовании. Кстати, президент России, еще раз процитирую его фразу, дал оценку праймерис, заявив, что предварительное голосование, а также открытое обсуждение, дебаты, споры позволяют выявлять реальные проблемы. Так ли это? Можете привести какой-то сочинский пример? Вы знаете, я, может быть, не буду на каких-то очень узких примерах останавливаться, но ведь наши участники предварительного голосования встречаются с избирателями. И встречаются с избирателями в том числе и с партийным активом. И я вам скажу, что эти встречи достаточно непростые. Потому что люди, понимая, мы объясняем, особенно когда речь идет о нашем партийном активе, мы объясняем, что это еще не депутат, и может быть, он им и не станет. Но люди есть люди. Они проговаривают ситуацию с транспортом. Вот, например, на Бытхе хотят продлить автобус дальше, когда-то ходил, сейчас не ходит. Поднимают вопросы дорог, конкретно своих дорог. Поднимают вопросы канализования вот этих вот микрорайонов, где водоканал вынужден отключать воду в связи с тем, что нет канализации. И все эти вопросы поднимаются. А с учетом того, что большинство руководителей вот этих вот структур отраслевых, они тоже единороссы, то мы уже к ним можем обращаться. И как с партийным поручением, что, ребят, давайте все-таки подумаем, что можно сделать, при том, что, может быть, и много денег нет, но надо сделать. То есть проблемы не только поднимаются, но и решаются. Да, проблемы эти поднимаются, решаются, и общественные приемные работают в обычном режиме, и, скажем, люди обращаются, и стараемся не к выборам, однозначно. Единственное, что может быть, вот разговоры о предварительном партийном голосовании, они всколыхнули немножко население. У нас же население всегда под выборы, у них желаний гораздо больше появляется, считая, что вот выборы идут, значит, им все сделают. Вот, но мы-то работаем в системе, и выбор это, в общем-то, здесь не очень-то при чем, особенно, когда мы в Госдуму выбираем. Но серьезные вопросы, которые нужно решать в рамках федеральных каких-то законов, безусловно, поднимаются. И мы же сегодня уже говорили о том, что у нас разные участники, да, у нас, например, участникам нашего предварительного голосования, я сегодня говорила, не буду называть фамилии, все-таки одну фамилию назову Алексея Воевода, да, вот, все-таки, ну, гордость нашего города, да, и это очень важный момент, это тоже такой обдуманный шаг, он, правда, идет по федеральному списку, мы не знаем, как за него там Краснодарский край проголосует, вот, ну, то есть, вот, совершенно разные люди, разные установки, а вопросы все равно одни. Вот нашим жителям, ну, конечно, ну, важно, кто будет в Государственной Думе, ну, и важно, кто автобус продлит маршрут, кто дорогу сделает, кто канализацию проведет. И эти вопросы так же поднимаются, как и обычно. Ну, а все же, где будет проходить это предварительное голосование в обычных избирательных участках, вообще, кто может прийти на выборы 22-го? Смотрите, очень важный вопрос, потому что по уставу, по регламенту проведения предварительного голосования у нас избирательные наши пункты, вернее, называются счетные пункты, да, они будут, должны открываться на территории избирательных участков. У нас 219 избирательных участков, открыто будет 43 пункта. В ближайшее время мы опубликуем, вот сейчас мы заключаем договор в одной из газет, которая имеет достаточно массовое издание, все адреса этих 43 пунктов. Мы выполняли все требования закона, поэтому мы не занимали школы, например, образовательные учреждения. Со всеми пунктами, которые мы открываем 43-мя, заключены договора в обязательном порядке, и абсолютно договора, как положено, об аренде на один день. Поэтому все законы соблюдены. Я 43 сейчас пункта называть не буду по времени просто, да, и люди все равно не запомнят. Но хочу сказать, что важнейшие вот избирательные участки крупные, такие как Зимний театр, такие как Центральный дом культуры, вот в Центральном районе, да, в селах, это дома культуры, где люди привыкли туда приходить. Ну, я постараюсь, в общем-то, попросить нашу общественность, чтобы эта газета, во-первых, появилась в большинстве наших, скажем, домах. Вот, и кроме того, мы постараемся в последнюю неделю еще разослать приглашение людям, чтобы они хотя бы увидели, к какому участку, к какому пункту относятся их улицы, и они смогут прийти, имея с собой только паспорт. Списков у нас никаких на пунктах не будут, понятно, мы не имеем права газвыборы взять эти списки. Поэтому наше главное, на что мы будем ориентироваться, это прописка. И, как я уже сказала, даже временная регистрация, так как это выборы федеральные, и предварительное голосование идет на федеральном уровне, то человек, имея временную прописку в городе Сочи, также сможет прийти и проголосовать. И вот именно паспорт с пропиской или вкладышем с временной регистрацией будет основанием человеку получить бюллетени и проголосовать на том пункте, за которым закреплены улицы, где он прожил. Ждут всех желающих. Абсолютно. Абсолютно. Я же говорю, даже политические взгляды, даже другие партии могут прийти, посмотреть, что ж там медийная Россия, и кто ж там у них вот такой вот. И поставить галочки. И, по-моему, есть еще сайт у вас, давайте озвучим, может быть, где можно всю информацию узнать. pg.er.ru Вот сайт, где можно открыть, посмотреть, изучить еще раз наших участников, выбрать себе интересного. Ну, в общем, как бы так. Да, все понятно. И, Вера Николаевна, лично вам вопрос, как может быть, да, не члену партии. Как вы считаете, что может быть плюсом для кандидата все-таки? Чем должен отличаться кандидат и кому бы вы поверили? Вы знаете, еще раз повторюсь, выборы в Госдуму, общий депутат Госдумы, это очень важное лицо. Важно, чтобы этот человек был связан с той территорией, от которого его выбирают. Он не должен быть для нас чужим. Это должен быть человек, который, вот если мы выбираем от нашего округа, то, соответственно, должен быть человек, который хорошо знает наш округ и, выбравшись в депутаты, не забудет о том, что он от Сучинского округа. Это важно. Второе я бы поставила на второе место – это его федеральный уровень. Все-таки это должен быть человек, который уже прошел определенную жизненную школу, определенную политическую школу и понимал, что это федеральный уровень и федеральные законы. И сам, в общем-то, инициировал какие-то изменения в законодательстве, которые необходимы для территории, с которой его избрали. И третье, ну, я на третье место ставлю, но, наверное, это не менее главное. Он должен быть человеком. Он должен быть человеком, он должен не отрываться от тех людей, простых людей, с которыми вот он сейчас даже в рамках предварительного голосования встречается. Он должен любить людей, он должен понимать их. И наряду с вот этими федеральными, какими-то объемными законами, он должен решать и откладывать на потом интересы простых граждан. Даже если эти граждане требуют, ну, там, совсем смешное, вот дырка у меня перед подъездом, не надо ему говорить, возьми там его, эту дырку золотая. Просто скажи, давайте вместе проведем субботник, я к вам приеду, и мы вместе эту дырку в конце концов заделаем. То есть вот такое. Если вот эти все три составляющие совпадают, вот именно за такого человека надо галочку и ставить. Вот будем искать в бюллетенях людей. Я думаю, вы найдете обязательно такого человека, обязательно. Тем более, что на каждом пункте будет обязательно висеть плакат, где будет расписано, кто этот человек, откуда он, его небольшая такая биографическая справочка. Поэтому прежде чем поставить галочку, особенно одномандатники, потому что списочники тут немножечко по-другому. А вот одномандатники, где мы этого человека будем спрашивать, ты извини, мы тебя так серьезно, так долго избирали, мы так много сил на это потратили, уж будь добр, пять лет, не забудь про нас, да. Его, конечно, надо выбрать внимательно. Сегодня считается, что праймерис эффективный политический инструмент. Это, по сути, открытый конкурс, на котором каждый кандидат имеет шанс на победу. Благодаря праймерис процесс выдвижения кандидатов на официальные выборы становится более демократическим. На смену закулисным решением партийного руководства, считают эксперты, приходит воля изъявления граждан. Итак, 22 мая – один и день предварительного голосования. По всей стране откроется 19 тысяч счетных комиссий. Единороссы уверены, масштабное обновление пойдет на пользу партии. Спасибо вам огромное, Вера Николаевна, за беседу, за исчерпывающие ответы. Напомню, гостем нашей студии была Вера Пашкова, руководитель Сочинского исполкома Краснодарского регионального исполкома партии «Единая Россия». На этом время нашей программы подошло к концу. Будьте в курсе всех событий города и всего вам самого доброго. Продолжение следует...